Начальник пенсионного фонда Михаил Пономарёв, в подчинении которого находится почти полсотни сотрудников, является также депутатом Артёмовской городской думы. Депутатская деятельность отнимает довольно много времени. Как удаётся совмещать два этих непростых дела, Михаил Васильевич рассказал нашей съёмочной группе. Депутатская деятельность у меня, когда у нас заседание думы, вот тогда только отрывается от основной работы, но приходится после думы сидеть здесь и решать себе вопросы. Бывает, что ты и на думе сидишь, выходишь, либо звонки, либо что-то, в ущерб оно не идёт. Да у меня хороший слаженный коллектив, и на 2-3 часа я могу коллектив оставить без ущерба для приёма граждан, для работы и для выполнения тех задач, которые стоят перед пенсионным фондом. Учитывая пятилетний опыт работы в думе Михаила Пономарёва, мы спросили о том, что, на его взгляд, ему удалось сделать, в чём суть депутатской деятельности и залог успешной работы. Я когда шёл депутатом, я никому ничего не обещал. Мне даже как бы всего была одна листовка, где я говорил, что я никаких обещаний давать не буду, что построю там то, сделаю это. То есть я сказал, что я буду просто работать и в меру своих депутатских полномочий буду свою территорию защищать и что-то на ней делать. Вот те большие глобальные проблемы, которые на них существуют. Территория же большая, территория большая, мою позицию. Это сёло Большой Атриф, оно Малый Атриф, оно Кислянка, Березники, квартал Берёзовая Роща, Низьевай. И вот эти большие территории, на них проблем, мне кажется, уже больше, чем на городских округах. Потому что каждая территория, она обособлена. И проблема водоснабжения, газификации, она должна решаться как бы на каждом населённом пункте по отдельности. Основная задача депутата, это я вот считаю, ну как бы давно уже, считаю, что вот работая в Думе, работая в Думе, необходимо, защищая интересы своего избирательного округа, не забывать, что твой избирательный округ в отдельности от всего городского округа жить не может. Можно биться, можно выбивать деньги, но когда-то можно выбить деньги, можно порешать проблемы. Но это всё должно быть в рамках общего развития городского округа. Другого пути я не вижу. И то есть, решая и подходить к решению вопросов на заседании Думы, надо подходить, что развивать надо не только территорию, там, мою территорию, где я являюсь депутатом, там, Большой Атрифон, это, конечно, надо уделять внимание. Но это всё в совокупности должно развиваться и посёлок Красногвардейский, и Сосновый, и Боро, и Писанец, и Лебёдкино, и все вот эти окружающие. Но я прекрасно понимаю, что бюджет не бесконечный и вольно, не вольно, субъективно, не субъективно, или объективно, не знаю, всё равно основные средства оседают в городе. Позиция моя, она вот сегодня родилась, она родилась не сегодня, не вчера, и вот то, что я говорил, буду говорить, что... Вот то, что мы сейчас сделали, глава городского округа, и Ситимир же глава администрации, может быть, в принципе, это и правильно было сделано, но решение проблемы неправильно абсолютно. Команды единые? Единой команды нет. А раз нет единой команды, что глава городского округа, вырабатывая стратегию, должен создать такие условия для главы администрации, чтобы он работал в спокойном русле, делал что-то. Поправлять – да, поправлять – да. Но вмешание в оперативную деятельность – это неприемлемо, во-первых. Почему? Ну, как только начнется вмешательство в оперативную деятельность в главы администрации, начинается трение, начинается отступление в эффективности работ. Назад. Во-первых, надо идти на разговор, первое, разговоре. Второе – идти на компромиссы в решении проблемы. А в-третьих, в-третьих, не подпинывать за ошибки, а помогать исправить эти ошибки. Если мы будем говорить, что тайные и нависы, вот как три-то сказали, глава городского округа, глава администрации и дума, будут друг другу указывать пальцем на недостатки, то эффекта в работе совместно не будет. Указывать надо, но попробовать решать проблемы. И слушать.